мы с вами уже не один раз обговаривали такие вещи что наверное стоит снимать не только про какие-то убийства и маньяков но иногда отвлекаться от этой самой жестокой и страшной темы говорить еще о чем-то более мирском но тоже очень интересно потому что человека всегда тянуло к необычному причудливому ненормальному странному и даже уродскому одни говорят что это проявление любопытства другие же утверждают что это делается для того чтобы пощекотать себе нервишки а некоторые считают что таким образом человек хочет убедиться в своем превосходстве или нормальность в сравнении с другими людьми но как бы то ни было всего около ста лет назад по миру колесили десятки так называемых цирков уродов которые спешили толпы народа чтобы своими глазами увидеть необычных людей в наше время когда эти цирки достаточно спорное явление с моральной точки зрения такое шоу вызовет только волну негодования и непонимания но все же давайте откинем ненадолго предубеждения и окунемся в прошлое чтобы узнать как появились такие цирки как они существовали чем жили и кто в них выступал начнем с того что цирк уродов как несложно догадаться из названия представлял собой некую группу необычных людей которые путешествовали вместе с цирком в качестве артистов со своими развлекательными программами или в качестве так называемых экспонатов которых из-за своих каких-то физических особенностей деформации или инвалидности артиста не могли полноценно выступать и такие цирки никогда не задерживались надолго в одном месте они всегда кочевали по странам и городам по площадям и ярмаркам в общем жизнь протекала в основном в дороге такие необычные кочевники такие цирки были вынуждены колесить по дорогам по нескольким причинам чтобы шоу было популярно и на него приходили люди необходимо было постоянно создавать ажиотаж а если цирк обосновался бы на одном месте то людям быстро бы стало неинтересно приходить на такие развлечения потому что она быстро приедалась кому захочется смотреть на одних и тех же уродцев по нескольку раз чувство шока быстро проходило но вот у участников таких выступлений чувство шока никогда не уходило потому что именно им приходилось выступать перед странной публикой интересы которые вызывали очень большие вопросы например джозефу кэри мерику было очень нелегко переживать эти странные выступления на публике но кто же он такой давайте разберемся джозеф кэри мерик был старшим из троих детей супругов мэри джейн мерик и джозефа рокли мерика он родился в городе лестер на ли стрит 5 август 1862 года отец джозеф рокли мерик был сыном лондонского ткача барнабаса мэрика который переехал в лестер период 1820 30-х годов его третьей жены сары рокли мать мэри джейн поттерн была дочерью йоркширского чернорабочего имела небольшую степень инвалидности джозеф и мэри познакомились в лестере где мэри работала служанкой а джозеф кучером кареты они поженились 1861 году и спустя год родился джозеф первое имя он получил в честь отца второе ему дала мать честь баптистского миссионера уильяма кэри у джозефа был младший брат уильям артур и младшая сестра мэри он и лиза которая от рождения была инвалидом в автобиографической записке мерик упоминает что его уродство стало развиваться когда ему было пять лет 29 мая 1873 года его мать умерла в возрасте 36 лет от бронхопневмонии отец 3 декабря 1874 года женился на другой женщине эмми вуд антил к этому времени деформация тела стала действительно обширной так что мачеха не желала чтобы джозеф оставался дома после этого джозеф устроился на работу на табачной фабрике но из-за прогрессирующей деформации правой руки ему не удавалось выполнять необходимую норму по производству сигар поэтому он ушел с этой работы 1878 году ему приходилось подолгу быть на улице и он стал подрабатывать работая галантерейщиком при всем при этом джозеф постоянно подвергался нападкам со стороны местных детей в конце концов устав от брани мачехи из-за того что он не приносил пользы мэрик покинул свой дом 29 августа 1884 года джозеф мэрик устроился на работу в цирковое шоу тома нормана где с ним неплохо обращались и ему даже удалось схватить 50 фунтовое состояние на тот момент жизни на один фунт семья из трех человек могла жить неделю если тратить довольно экономно однажды в лондоне мэрика увидел физиолог фредерик трифс который дал ему свою визитную карточку а также 2 декабря 1884 года трифс представил человека слона лондонскому патологическому обществу когда в 1886 году цирковые номера с использованием шоу уродов были объявлены вне закона в англии том норман был вынужден продать джозефа некому австрийцу вместе с ним мэрик переехал в бельгию в поисках работы брюсселе он был обманут и покинут своим работодателем шоуменом который сбежал от него похитив его деньги вернувшись в лондон джозеф мэрик стал причиной несчастного случая на станции ливерпуль несчастный случай заключался в том что человек который проходил мимо сильно испугался и попал под проходящий мимо транспорт постепенно благодаря повышенному вниманию прессы мистер мэрик стал достопримечательностью викторианского лондона принцесса уэльска александра проявлял интерес к персоне джозефа что заставлял аристократов навещать его джозеф мэрик был образованным и обладающим богатым внутренним миром человеком благодаря помощи трифза ему удавалось посещать театры много читал а в поздние годы стал писать как прозу так и поэзию также мэрик пользуясь только левой рукой собирал из бумаги модели соборов которые он дарил ухаживающим за ним медсестрам докторам и другим добрым к нему людям одна из таких моделей хранится в королевском лондонском музее одним из его любимых стихотворений строчки которого мэрик часто цитировал было это правда что моя внешность странная но обвиняя меня вы обвиняете бога если бы я мог сотворить себя заново я бы вас не разочаровал если бы я мог дотянуться от полюса до полюса или ухватиться за целый океан меня бы оценивали качеством души разум признак человека наверное сами понимаете что здесь как таковой рифмы нет лишь по той причине то что изначально стихотворение было на английском после перевода на русский очень редко бывает какая-то рифма при знакомстве джозефом доктор трипс посчитал его слабоумным с рождения так как из-за деформации выражения лица мэрика никогда не менялась а речь была абсолютно неразборчиво как писал позднее фредерик 3 в своих мемуарах он довольствовался своим положением уму непостижимо только поняв что мы рик невероятно умен и обладает проницательной чувствительностью это что хуже всего романтическим воображением я осознал всепоглощающую трагедию его жизни после этого всего летом 1887 года мэрик провел несколько недель на природе были приняты специальные меры чтобы оградить его от постороннего внимания ему пришлось ехать в карете закрытыми занавесками на протяжении своего отдыха на природе мэрик завел новых друзей а также собирал коллекцию диких цветов чтобы забрать с собой в лондон позже он посетил это место еще и восемьдесят восьмом и восемьдесят девятых годах но время шло и его время потихоньку подходила за мэриком ухаживали в госпитале вплоть до самой его гибели в возрасте 27 лет 11 апреля 1890 года из-за деформации своего тела мэрик не мог спать горизонтально ему приходилось спать сидя но 11 апреля оставший в своей комнате один он решил заснуть положив голову на подушку 13 часов 30 минут мэрик умер от асфиксии так как тяжелая голова перегнула тонкую шею на этом и закончилась его история хорошего человека с не очень приятным лицом вам я хочу сказать спасибо что досмотрели данный ролик до конца не забудьте подписаться на канал поставить лайк написать свое мнение в комментариях возможно предложить тему для следующего ролика а также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал ссылка на который закрепленном комментарии под видео до встречи в следующем ролике подписаться на мой канал